Я приветствую аудиторию Якутского САХА информационного агентства национально-овещательной компании САХА. Приветствую нашего гостя в студии. Это архиепископ Якутский Еленский Роман. Добрый день. Здравствуйте. И приветствую также моих коллег-журналистов. Это главный редактор журнала Логос, кандидат философских наук Ирина Дмитриева. Добрый день. И специальный корреспондент есть Айял Яковлев. Добрый день. Вот хотелось начать с такой темы. Вообще, наверное, русская православная церковь во время своего существования переживала разные периоды. И периоды расцвета, и периоды упадка. И вот на ваш взгляд, сегодня положение церкви каково? И какие главные вызовы стоят сегодня перед русской православной церковью? Самый главный вызов, который со дня основания церкви Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом – это вызов греха и греховной жизни. И сохранение целостности человеческой личности от греха, от пороков – вот эта задача в области нравственность церкви стояла всегда. С момента основания церкви Господом и Спасителем нашим никогда не было периода, вы сказали, расцвета, упадка. Я бы не сказал, что такими терминами изменяется жизнь церкви. Поскольку частая деятельность церкви не разделяет светская система власти, то вот тогда церкви приходится туговато. Но вот во времена гонений первых христиан или в печально известном 20 веке, когда наше государство имело атеистическую установку. Но вот тогда церкви приходилось сложновато. Однако свою миссию молитвенную, освящающую и сохраняющую человека церковь всегда выполняла. Вот вы затронули вообще светское и церковное. Вот на ваш взгляд, должна ли быть четкая грань между светским и церковным? Да, безусловно. Потому что очень многие люди, они критикуют Русскую Православную Церковь за то, что она пытается, ну вот, войти именно в светскую жизнь, диктовать какие-то определенные условия. Ну, диктовать никогда церковь не диктовала, а жила всегда со своим народом, не деля человека по каким-то принципам положения, там, состоятельного, несостоятельного, власть имущего, невласть имущего. Поэтому наша забота, она распространяется на каждого человека, и мы болезнуем о каждом человеке, будь то президент или самый что ни на есть простой мирянин. То, что церковь на сегодняшний день пытается свой голос, голос беспокойства, голос заботы, достаточно твердо озвучивать, может быть, это воспринимается как вмешательство, но никогда принципам церковного вмешательства за всю историю Православной Церкви не было, и, я уверен, не будет. Светская власть и ее миссия определенная, у Церкви несколько иной подход и несколько иные задачи. – Привет, Александр. – Ну, я хотела бы начать с одного вопроса, а теперь хочу в тему вклиниться, в просветское и церковное спросить у вас про якутскую духовную семинарию. Если посмотреть со стороны человеку далекому от церкви, то возникает удивление иногда. Мне некоторые задавали вопросы, как так? Семинария готовят вроде бы будущих священников, но какая у них жизнь? И спортом занимаются, и хор, и очень активно участвуют именно в общественной жизни, и молодежные съезды, и фестивали, и научные конференции. А этой зимой вообще было такое совершенно для меня неожиданное событие – бал. бал в прямом смысле танцы. Я посмотрела только на видео, очень красиво. Вот вы считаете, что это органично для человека верующего, для будущего священника? Вот зачем это все? Представление о священнике как о чем-то темном и отсталом – это представление, навязанное и сформировавшееся в результате вот этой идеологической и атеистической деятельности прошлого века. Я вчера вернулся из поездки по центральным заречным улусам, и к большой своей радости, подъезжая к этой кёлю, я увидел большой такой транспарант или стенд, картину, на которой изображены все выдающиеся выходцы из татинской земли. Так вот, в первом ряду там изображен не кто-нибудь иной, а протерей Димитриан Попов – человек, с которым связана очень важная страница перевода, первых переводов священного писания на якутский язык и первых книг на якутском языке. Это был образованнейший человек того времени, и очень славно, что о нем помнят. Эту плеяду деятельных и образованных священников можно продолжать до бесконечности. И в образе каждого мы видим, и в личности каждого, и образование, и интеллект, и духовную красоту. А сегодня день памяти святителя Иннокентия, митрополита московского Вениаминова. Сегодня 137 лет со дня того события, когда он перешел от этой земли на небо. И этот день памяти Святая Церковь отмечает специальным богослужением, которое в якутской духовной семинарии сегодня мы и совершили. И в это время проходит день открытых дверей. Сегодня в якутскую духовную семинарию приходят школьники, студенты в вузу для того, чтобы познакомиться с духовной жизнью и одновременно с историей православия в Якутии. Здравствуйте. У меня такой вопрос был, который я хотел вначале задать, но я тоже в тему вопрос задам. Выпускники духовной семинарии, они после окончания куда пойдут работать получается? И сколько нужно выпускников, чтобы заполнить эти потребности республики в священнослужителях? Я сейчас приведу статистику. Да, она приблизительная, но она отражает ту необходимость, о которой мы говорим. К 1914 году в Якутии было 130 храмов, часовин в два раза больше и такое же количество священников, более 130. Причем, надо сказать, что большая половина этих священников были представители коренных народов Якутии. Да. И мы, чтобы вернуться хотя бы к этим планкам, должны еще большой путь пройти после этого периода атеистического. Сейчас у нас 76 храмов, сейчас у нас 50 священников, но потребность есть у людей. Вот опять возвращаясь к вчерашней поездке, мы вчера посетили село Чичимах. Чичимах. Это небольшое село. И в центре этого села красивый храм, деревянный храм. Он сохранен. И когда мы известили жителей села о том, что будет совершаться молитва в этом храме, еще среди музейных стендов, собралось более сотни жителей. Более сотни жителей. Они искренне слушали песнопения. Вместе с нами обращали свои молитвы Господу, чтобы Господь благословил их землю и их труд. И там, и в Итыкёле, и в Чуравче всюду звучали слова «Дайте нам священника». Мы хотим иметь священника. Для этого мы открывали якутскую духовную семинарию. Открывали, возобновляли в 2011 году. Для того, чтобы учить священников для Якутии из якутян. Этот процесс не такой быстрый, как хотелось бы, но он идет. В год мы выпускаем 3-4 выпускника. Но это очень достойные священники. Они очень славно трудятся на поприще просветительском, священнодействуя, и принося духовную пользу людям. Значит, не количеством, а качеством. А вот вы привели пример 2014 года, но прошло уже 100 лет, ну, больше ста лет даже. А мне кажется, что времена изменились, и потребность в священниках, может быть, чуть снизилась или, наоборот, чуть повысилась. Почему именно нужно вернуться к этому временному отрезку? Нет, не обязательно к нему нужно возвращаться. Я привел эту статистику для того, чтобы иметь представление о том, что было. О том, что сейчас есть, какая потребность. Вот, пожалуйста, свидетельство совсем недавней моей поездки Чуропчинский, Мегино-Кангалаский и Татинский Улусый. И всюду, где я был, говорилось о том, мы хотим иметь храм, мы хотим иметь священника, мы хотим, чтобы молитва согревала наши сердца. А сколько таких желающих? Наверное, очень много. Поэтому я бы даже так сказал, планка еще выше, чем 1914 года. Еще выше. Потому что мы живем даже в количественном отношении. В 1914 году, насколько я помню, где-то около 300 тысяч проживало в Якутии. И сейчас около миллиона. Даже с точки зрения количества населения мы увеличились во много. А вот что касается отношения к традиционным верованиям? То есть у якутского народа есть как бы свои верования. И как православие относится к этому? Прекрасно относится. Со времен святителя Иннокентия и первых миссионеров никогда православная вера не вступала в конфликт с народными традициями. Никогда. Но, заботясь о наполнении, об осмыслении их, придавало им еще большее содержание духовное. В таком случае, когда звучит подобный ответ, я предлагаю вопрошающему поехать в Сунтары, в Веденский храм в Сунтарах. В Сунтарах, могу ошибиться, но мне кажется, что первый храм появился 250 лет назад. 250 лет назад. Совсем недавно, в начале 2000-х годов, там был восстановлен, построен заново храм и восстановлен с элементами архитектуры, строительных украшений и материалов в стиле народной культуры. И это очень красиво, и это украшает храм. Это украшает храм. Более того, богослужение, которое совершается в Сунтарском храме с первого до последнего слова на якутском языке, во время пения богослужения применяется горловое пение. И мотивы очень похожи. Я радуюсь, когда совершаю это богослужение. Оно так естественно. То есть это не считается нарушением каких-то канонов? Нет, конечно. Вот мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, но в последнее время в современное общество многие, очень многое, что связано с религией, например, и обряды, и Библия, воспринимают как дань моде. То есть очень многие считают, что православие модно, поэтому я схожу в купель окунусь, или там буду крестить ребенка. Вот на ваш взгляд, нужны ли Русской Православной Церкви такие прихожане, которых очень многие сейчас называют захожанами, то есть которые не верят истины, а просто следуют определенной тенденции, которая в обществе есть? Не возьмусь и запрещу любому священнику оценивать внутреннее состояние заходящего в храм человека по внешнему виду или по первым словам. Душа человека – это такая тайна. И если человек пришел в храм, значит, есть что-то в душе живое, зовущее, требующее общение с Богом. Никогда по моде не зайдешь в храм. В храм приходишь осознанно. В храм приходишь, потому что душевный голод, потому что душа зовет. Мода приходит и уходит. И отношение к моде у здравомыслящих людей как к чему-то приходящему и уходящему. А церковь вечна, потому что Бог ее основал, потому что выдержала проверку таким длительным временем, в том числе у нас в Якутии больше 380 лет. Ну, то есть, как бы мне не очень понятно, человек как бы может грешить, грубо говоря, но он считает, что если он окунется в купель, то все его грехи как бы списываются и прощаются. Вы имеете в виду крещенскую на Иордане? Здесь тема достаточно сложная относительно компаний крещенских. И я не думаю, что аргумент для тех, кто идет купаться в купель, именно что через погружение он станет святым. Нет, это не дальновидный человек, а внимательный, мудрый поймет, что для того, чтобы произошло перерождение в душе, для того, чтобы произошло очень правильное действие духовной победы над чем-то злым во мне, отказаться от сигарет, например, разве достаточно только окунуться в воду? О, нет! Нужно серьезно и внимательно подумать, размышлять, работу над собой большую провести. Это только один вид греха, который я привел. Конечно, нет. В данном случае, говоря о купаниях крещенских, мы говорим о данной традиции, в том числе и народной традиции. И если эта традиция приносит пользу мне хотя бы с точки зрения встряски, хотя бы минутного обращения, но почему бы и нет? То есть можно, если ты верующий, можно обходиться без обрядов? Да, нет. Вот, да, у меня тоже, я дополню, например, как бы, говорят же многие, я верю в душе, но там пост очень многие не соблюдают, Библию никогда не читали, но они считают себя православным, потому что они, вот, я верю в душе, мне не обязательно ходить в церковь, мне не обязательно поститься. Ну, я думаю, что вот такой принцип хорош был бы для ангелов, потому что ангелы — это бесплотные духовные существа, и для них вот такого посыла достаточно. А человек — более сложное существо, духовно-телесное. У нас есть душа, для которой нужна молитва, и тело, для которого нужен обряд. Внешнее священное действие. Если я ограничусь лишь размышлением умозрительным о Боге или о чем-то прекрасном, но для тела ничего не сделаю, не совершу обряды, то это будет лишь половина действия. А то есть где там та грань, где полное соблюдение обрядов и несоблюдение обрядов? За две тысячи лет святая церковь за две тысячи лет выработала такие правила, которые называются богослужебным уставом, правила жизни в церкви. И здесь только последовать ее зову. Вот жить так, как предлагают церковные каноны — это будет то полноценное и правильное участие, которое должно быть. Вот, например, сейчас пост. Великий пост, который готовит нас к Пасхе Божией Спасительной. И этот пост регламентирует поведение человека и регламентирует уже две тысячи лет. Благодаря этим регламентам многие миллионы людей сейчас в Царстве Небесном — святые угодники Божьи. Почему бы нам не последовать этим регламентом и не спасти себя, очистить свою душу и быть там в Царстве Небесном? — Владыка, вот я хотела спросить. Вы уже говорили о поездках. Мы здесь все местные жители. Я думаю, что мало кто из нас, точно не я, так много ездили по республике, столько видели здесь. Вы уже всю епархию свою объездили. И вот недавно вернулись с Крайнего Севера. Мне бы хотелось спросить у вас о впечатлениях об этом, потому что вы уже можете сравнивать не только Якутию там с Россией, но разные регионы, разные районы Якутии. И еще вот сюда же вопрос. Возможно ли на ваш взгляд рождение новых православных общин? И вспоминается выражение святителя Иннокентия Вениаминову, память которого сегодня, который сказал, что Якутия, она как целый мир. Вот так он сказал, предполагая, видимо, что Якутия такая же огромная и такая же сложно познаваемая, потому что каждый район, каждый уголок и своя красота духовная, и зрительная, и свои нюансы. Поэтому Якутию, чтобы принести что-то полезное в таком большом, глобальном масштабе как епархия, наверное, нужно знать, чего я положил целью. Но знаете, Ирина Александровна, я говорю сказать, что я неусердный архиерей. Я, к сожалению, только раз объездил Якутию, а согласно вот нашему уставу церковному, архиерей должен два раза в год объезжать. Но это несколько такой, я бы сказал, юмор, потому что в Якутии невозможно объехать за один год даже. Невозможно. Эти поездки помогают мне быть с моей паствой, потому что происходит узнавание общения глаза в глаза. Мы абсолютно разные темы поднимаем. У нас нет табу навстречу. Вы говорите, есть ли рождение общин, да? Вот община Чурабчи, она родилась совсем недавно. Она родилась в 2012 году. Сейчас там 30 человек, которые каждый воскресный день собираются для чтения Слова Божия и размышлений, и молитвы. И я порадовался за них. Там совершенно разные люди, и интеллигенция, и простые друженики земли. Но они так осмысленно и с такой любовью молятся, и друг к другу относятся. Так что я надеюсь, вот такое духовное возрождение будет происходить и далее. Вот на ваш взгляд вообще статус священнослужителя, его поведение в обществе, они должны быть особыми. То есть мы являемся свидетелями того, что вот к одним и тем же поступкам, например, совершенными, ну, мирянами, грубо говоря, обычными людьми и священнослужителями относятся по-разному. То есть если... Нет, напротив. Я бы так сказал, что священника еще больший спрос. Священника еще более пристальное внимание. Да. Знаете, есть такая поговорка о том, что... Она очень древняя, что священник живет в стеклянном доме. Это говорит о том, что очень пристальное внимание к священнику, к его поступку, делам. Он ведь призван быть образом для действий, для поведения. Вот смотрите, я немножко конкретный пример приведу. Наверное, очень многих возмутили кадры из города Новосибирск, вот недавно, которые в интернете появились, где священнослужитель бьет человека. Там, насколько я знаю, было официальное опровержение епархии, потому что это не священник уже далеко, что за прошлые ошибки и недостаточно мирное и духовное устроение своего внутреннего мира он был изгнан из священников. Такое бывает. И, к сожалению, он проявил себя в этом качестве, неся отпечаток когда-то бывшего священного служения. Бывают падения и у священников. Бывают падения, потому что уж против священника силы зла в двойной степени получаются. Это печальная ситуация. Я хочу сказать, что это исключение, о которых мы сожалеем, но все же наши священники герои, особенно те, которые служат в Якутии. Ну, вообще, вот как вы считаете сегодня, как общество относится к священнослужителям? Потому что очень, ну, очень разные есть вообще точки зрения. И, по-моему, это идет издавна. Вот опять же вспомнить того же Толстого, Достоевского с таким неоднозначным отношением к священнослужителям. То есть вот интеллигенция, как бы, если смотреть исторически, очень неоднозначно относилась к священнослужителям. Ну, интеллигенция 19 века в подавляющем большинстве окормлялась в Оптиной пустыне. В частности, Илев Николаевич Толстой имел отношения с оптинскими старцами и свои духовные терзания вместе с ними и рассуждал и размышлял. Что касается отношения вообще к священникам, то, конечно, отголоски вот этой нарочно сделанной ненависти ко всему религиозному, в том числе и священника, еще живут, еще так передаются. Да. Я, Ирина Александровна, отметила, что езжу по республике, я не видел негативного отношения, напротив, очень искренние отношения. Очень искренние и доверительные отношения я тебе рад этому. А как Русская Православная Церковь относится к усилиям правительства республики, которые сейчас предпринимаются по ограничению, ну и контролю реализации алкогольной продукции? Очень хорошо относится. Очень хорошо. Очень хорошо относится. Мы воспринимаем пьянство как один из больших пороков. Больших пороков, которые разрушают и душу человека, и тело, личность. И поэтому ограничения, разумные, мудрые ограничения, разумные, должно привести к тому, чтобы эта страсть выдавливалась из жизни наших людей. Я видел во время своих поездок, видел населенные пункты, где приняли решение на сходах о зоне трезвости, да, зоне, где не продают и не распивают спиртные напитки. И я видел, что к этому населенные пункты жителей шли правильным путем, не с наскока, да, не с вот на раз-два-три, нет-нет-нет. В Русской Устье в 2012 году я первый раз приехал, и тогдашняя глава рассказала мне, что очень мудрый этап они прошли, да, сначала ограничив несколько раз в году потребление алкоголя, потом увидев и объяснив результаты вот этого запрета, да, сделали следующий шаг, да. Вот это мудрый подход, он правильный подход, потому что не произойдет отторжение человека от страсти, вот такой пагубной, если не будет правильного, разумного осмысления вреда этой страсти, да. А как... Вот, простите, вчера буквально преподавательница одна мне рассказала, что дала задание студенту написать о якутской Спасском монастыре, а он удивился, какая там история. Вот его недавно построили, рядом живут. То есть люди немножко, ну, во-первых, не знают свою историю, и во-вторых, не понимают до конца, а что такое монастырь. Вы сразу, как приехали, сказали, что будете возрождать Спасский монастырь, один из старейших монастырей, и в 1663-64 году, официально он только возник, а первые монахи вообще приезжали с первопроходцами сюда. Вы не раз говорили о важности монашеского присутствия, монашеской жизни для здоровой жизни епархии. И вот создаются сейчас новые общины, новые. Вот об этом... Расскажите, пожалуйста, где, кто туда идет, местные жители, есть ли в этих общинах, в обителях? Первоначально монашество как служение предусматривало всецелую отдачу идеи служения Богу и людям. Всецелую отдачу. Понимаете, это такой духовный героизм. Мы всегда восхищаемся героями, когда они проявляют себя в экстренных ситуациях, спасая людей, да, служа людям. Вот монахи такие духовные герои, которые отказываются от радости жизни, от полноты жизни ради того, чтобы все, что есть. Здоровье, силы, таланты, способности положить на служение Господу. И абсолютно верно. Якутский и Спасский монастырь – самый древний на территории Дальнего Востока, всего севера, востока России. То есть, эти 353 года Спасскому монастырю. Да, к сожалению, он разделил эту печальную участь разорения и богоборческого периода в XX веке. Но всегда этот монастырь был пристанищем тех людей, которые занимались просветительской деятельностью. Вот священники, которые ездили по бескрайней нашей Якутии, там в монастыре они учились, там в монастыре они восполняли свои силы, духовные и в том числе физические. И дальше потом внесли свет Христовой истины, образование и иные функции, которые есть у приходов церковного служения. И таковым был наш монастырь. Сейчас вновь он зарождается во всей своей полноте. Все наши монахи-священники совершают подобные путешествия в те приходы, далекие, сложные приходы. И я очень этому рад. И скажу, что еще один монастырь у нас появился в городе Мирном. Основанием для него послужил храм кладбищенский на территории кладбища. Но это нисколько не умаляет монастырь, а напротив охватывает вот ту западную часть нашей Якутии. Здесь в Якутске у нас женский монастырь Покровский. В этом году ему исполнилось 20 лет. И изначально его миссия была помощь епархиальному управлению по созданию структур, соответствующих для деятельности епархии. Вот такие направления монастырского служения я рад, что в Якутии есть и действует. И повторю слова великих наших просветителей о том, что монашество как явление лежит в основании церкви, в основании церкви. А кто идет туда? Самые разные люди, абсолютно самые разные люди. Знаете, это также задать вопрос, а кто идет в журналисты, или а кто идет в врачи, да? Вот по какому критерию это оценивается? Вот там отзывалось, в сердце отзывалось быть журналистом или быть учителем. Вот в монашестве то же самое. Отзывается сердце человека на призыв Божий. Вот в уголовном кодексе у нас есть статья, сравнительно недавно она появилась, за оскорбление чувств верующих. Вот на ваш взгляд, как это соотносится с постуатами и православия, наверное, других религий, что нужно уметь прощать? И сразу второй вопрос. Не кажется ли вам, что вот эта вот статья, она ставит вообще граждан, например, России в неравное положение? То есть, если, например, я верующий, то мои права охраняют в большей степени, если я буду атеистом? Ну, не знаю насчет прав. У нас в последнее время почему-то у атеистов было так много прав, что могли убивать безнаказанно верующего человека. Вот. И это было нормально, все права. Что касается этого закона, я скажу, что выражу свое мнение, что оно, этот закон, как и всякий закон предохранения от разложения какой-то деградации духовности. Вот потому что законы, как сказал один выдающийся святитель Филарет Московский, он сказал, что законы предпринимаются не для того, чтобы земля превратилась в рай. К сожалению, такого не будет. А для того, чтобы она не превратилась в ад. Наши законы, они своим установлением предохраняют от разложения. Предохраняют от разложения. И я не конкретно этого закона, да. А что касается, что касается вот этого терпеления, терпения безропотного и смирения, да, это ценность исключительнейшая, безусловно. Но до тех пор, пока не оскорбляют моих близких, мою Родину, то, что я призван защищать, я буду молчать, если будут оскорблять могилу моей матери или честь моей жены, тогда это будет пропустительство и слабоволие. Есть граница, где находятся святыни, они у каждого свои. Любовь к супруге тоже святыня. И честь семьи это тоже святыня. И в каких-то пределах это надо защищать, иначе тогда это невероятно. Но это вещи общечеловеческие, ценности общечеловеческие. Но то, что общечеловеческое, это религиозное, безусловно. Потому что в основе общечеловеческих ценностей лежат десять заповедей Моисея в основе общечеловеческих ценностей. Именно эти заповеди не уби, не укради, не прелюбодействуй. Скажете, что это не общечеловеческие ценности? Да, вот они лежат в основе. Мы можем это называть, можем называть внутренний нравственный закон или общечеловеческие ценности или, как мы говорим, десять заповедей Моисея. Но это тот набор безусловных ценностей, которые человека делают человеком. Ну там-то в законе очень четко указано, что, например, там оскорбление, это понимается какое-то унижение чувств верующих, например, вандализм по отношению к церковных мещам, по отношению к храмам и так далее. То есть вот очень четкие такие грани. Тут общечеловеческое тоже немножко, мне кажется, это в стороне. Ну то есть я что хочу сказать, то что главный посыл, почему, например, человек, если он верит, то его права защищаются. Почему, например, права атеистов у нас не защищаются? Вот в таком-то... В течение 20 века только и делали, что защищали права атеистов тем, что... То есть в 20 веке у нас права атеистов закончились. И сейчас все абсолютно права защищены. Абсолютно права всех защищены. Дело в том, что... Просто вот почему-то в отдельную категорию должны выводиться вот именно верующие люди. Почему вот эту вот отдельную категорию? А вы неверующие? Я атеист. Я верю в человека. А алгиз вы совершаете? Алгиз не совершаю. А, очень жаль. Ну, я очень редко встречал неверующих людей в Якутии. В Якутии неверующих очень мало. И да, наверное, конечно, вас нужно защищать. Вячеслав, вот мне интересно. А как атеиста, какие у вас есть святыни, которые бы... Оскорбление которых бы вас вот очень сильно задело? Ну, это опять же, вот как Владыка говорил, это там, например, то, что связано с родителями, с матерью, с отцом, это есть такое, конечно. А разве это не защищено законом? Нет, я имею в виду, почему в документе должно быть прописано отдельно как категория верующие люди. Потому что у вас нет и таких просто нет, и все. Верующие люди. Нет, просто тут еще вопрос такой, кого пришли к верующим? Ну, ладно, православный христианин, мусульманин, буддист. А может, я, например, последователь тоталитарной секты какой-нибудь, радикальной. Меня тоже защищать нужно? Ну, тоталитарной секты у нас такого понятия юридического нет. Нет, новые. Есть новые религиозные движения. И в новых религиозных движениях их компетенции, которые устанавливаются законом и положением их действий, да, они совершают, если в этих рамках свое действие и не приносят вред обществу, да, прекрасно, пусть действуют. Ну, вдруг я, например, верую в плиты пола и считаю оскверняющим их то, что по ним люди ходят. Это демагогия. Это демагогия. Это демагогия. Надо защищать меня. Это демагогия. Это демагогия. Это вот надуманная тема. Не знаю. Были ли вообще процессы подобного плана? Были ли разговоры, конкретные действия больше? А разговоров очень много почему-то. Вот тот же процесс Пусси Райт, который был. Вот это... То есть доставьте вы их в покое, этих Пусси Райт. Я говорю, а если бы танцевали на месте захоронения родителей ваших, вы бы как отнеслись? Разве не взяли бы за руку и не сказали, не делай этого? Вот почему на той святыне нельзя это делать, а в храме можно? Мне кажется, на самом деле эти вещи очень надуманные. И людей волнует совсем другое. И тех, кто в церкви, и тех, кто смотрит как бы со стороны. Ну вот какое-то такое впечатление, что вот люди не хотят понять, что на самом деле, чем на самом деле живет церковь. Вот если бы так поставить вопрос, как бы вы на него ответили? Какие люди не хотят? Понимать? Да. Ну вот... Те, которые спорят вот об этих законах? Ну каких-то таких вещах, о которых мы даже и не думаем в общем. Ну да, поверхностные, которые нас не интересуют. Вот это не было инициативой моей, там, или святейшего патриарха. Почему закон принимает Дума, а вы мне задаете вопросы об этих законах? И среди верующих много тех, кто не принимает этот закон на самом деле. Да, и вообще, это большей частью на 99, и 9 десятых, да и слышать не слышали, и знать не знают. Однако же это вот почему-то тема... Ну, давайте законодателям эти все вопросы... Ну, потому что она всегда общественно интересна, вот эта тема. Ее обсуждают, и всегда оно будет интересно. Не знаю, в церковной среде интересно другое. Ну, это... Любовь, жизнь... Мы не находимся в церковной среде. А вот я вам рассказываю, что совершенно церковных людей не беспокоит этот закон о защите честных верующих. Если нужно, мы защитим свои святыни. Хорошо. Вопрос... Так, вопрос касается Свято-Троицкого собора, который... Примерные сроки, когда он будет восстановлен, и вообще, как вяжется... Вот столько десятилетий там, получается, проводили корпоративы, праздники, распитие алкогольных. Можно ли очистить собор и вновь как-то придать ему чистоты, ну, понимание с церковью? Да, очистить можно все молитвой и добрым трудом человеческим. Очистить можно всякое, в том числе и неподобное использование. Да, это отголосок плохого периода. Очень жалко, что у нас этот процесс несколько запоздал. И мы так долго смотрели, безразлично о том, как на святом месте происходят винопития и танцы. Да. Я рад, что эти первые шаги сделаны. Учитывая особую значимость, в том числе и историческую, архитектурную значимость этого собора, говорить о сроках каких-то сложно. У нас есть помощники. Мы видим в лице Министерства культуры тоже небезразличных людей, а по закону именно Министерство культуры является тем органом, который наблюдает за правильной реставрацией этого памятника архитектуры, а для нас святыни Троицкого собора. Дело идет, дело идет. Еще один вопрос можно? Да. Ну, касается вот современных вещей, например, ну, век развития информационных технологий, как церковь относится к массовому увлечению общением в соцсетях? Ну, вообще в соцсетях, получается. Хорошо относится. Там же наша паства в соцсетях. А я тоже в соцсетях есть, да. Вот с нашим ведущим, друзьями по одной социальной сети. А как священнослужители, просто у меня вряд ли будет еще возможность спросить, как относятся священнослужители к критике, например, вот Святейшего Патриарха, связанной, например, ну, с его часами, которые от вас шопили, или яхты, дорогие машины. Ну, что ж, какие-то темы. Большей частью... Мы просто очень редко имеем возможность спросить, поэтому мы накопили вот это все, что нам интересно, и, наверное, многим интересно. За последние десять лет, да? Ну, не за десять лет. Давайте чаще встречаться, чтобы не собирать вопросы на десять лет. Я открыт для общения, всегда открыт для общения, и по абсолютно самым разным вопросам. И очень надеюсь, что вы будете этим пользоваться. А вот все-таки ответ... Ну, я не говорю оценка действий, например, Патриарха. Просто как вы относитесь к такой огульной критике, которая обрушивается на него после каждого такого... Слушайте, вы прекрасную вещь сказали, огульные критики. Вы же оценили же свой собственный вопрос. Большей частью это деланные вещи и деланные критикой. Я не скажу, что я хорошо знаю святейшего Патриарха, но я знаю святейшего Патриарха. И то, что выплескивается на него, не соответствует с моим знанием и с его образом. Для чего это делается, это другой вопрос. Вот завершая наш разговор, к сожалению, очень быстро время прошло. Четыре коротких вопроса от меня и четыре коротких ответа от вас. Какое человеческое качество вы цените более всего? Человеческое. Любовь. Самое отрицательное? Ложь. Вот если бы у вас была возможность изменить какое-то ранее принятое решение, совершенный поступок, то что бы вы изменили? Ну, как человек я тоже ошибаюсь. И, наверное, этих ошибок достаточно много. Сказать конкретное какое, не знаю, все соответствует тому периоду возрастному, который мы проходим. И вспомните самый счастливый момент в своей жизни. Приезд в Якутию. Это был архиепископ якутский ленский роман. Спасибо большое, что пришли. Спасибо и вам. Спасибо за просмотр!